МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город предлагает снизить налог на земли под долгостройми в три раза. Вопрос обсудили депутаты Краевого парламента. Аналитики не ждут в управлении ситуации на рынке коммерческой недвижимости до конца года. Все сегменты показывают негативную динамику. План по доходам перевыполнен. Минфин отчитался перед депутатами ЗС об исполнении бюджета. Многие программы по расходам выполнены лишь на треть. Новости на РБК Первым. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. В завершении строительства проблемных объектов поможет минимизация финансовых издержек для арендаторов земельных участков. Проблему обманутых дольщиков рассматривали сегодня на профильном комитете ЗАГС Собрания Края. Депутаты обсудили проект закона, по которому предлагается понизить размер арендной платы за земельные участки с долгостроями в три раза с 0,3% от кадастровой стоимости до 0,1%. Сейчас в едином реестре многоквартирных домов, по которым застройщик привлекал денежные средства граждан, но не выполнил свои обязательства, зарегистрированы 15 объектов по краю и 13 из них в Перми. По словам депутатов, вопрос не только экономический, но и социальный. При этом он должен помочь наполнению бюджета города. Город заинтересован в том, чтобы они обрели новых прав обладателей и, соответственно, были бы достроены дома. И речь не идет о выпадающих доходах бюджета, потому что на сегодняшний день они, по сути, от этих участков не поступают. И, соответственно, город приобрел бы дополнительные находные источники. Подобные нормативные акты уже приняты в Волгоградской области, Башкортостане, Липецке и некоторых других территориях России. Парламентарии посчитали возможным рассмотрение законопроекта в первом чтении законодательным собранием с привлечением всех заинтересованных ведомств с последующей доработкой и внесением поправок до 20 января 2017 года. В третьем квартале этого года наступила стагнация в сегменте аренды коммерческой недвижимости. По сравнению с прошлым годом спрос на объекты всех направлений упал, отмечают участники рынка. Большие изменения произошли в сегменте торговой недвижимости. Максимально снизился спрос. Ставки упали в среднем на 30-40%. Незначительное снижение произошло в сегменте офисной недвижимости. На сегодняшний день большим спросом пользуется аренда офиса в площади 15-20 квадратных метров. Относительно складской недвижимости также отмечается процесс застоя крупных сделок. В этом сегменте, по словам участников рынка, не происходило давно. Предлагаемые ставки упали у собственников аренды. Так же, как и предлагаемые ставки от наших потенциальных арендаторов. Не могу сказать на процент, но вот сейчас, на сегодняшний день, мы отталкиваемся от предложений, которые приходят от клиентов. То есть, в некоторых случаях идет торговля за 20 рублей с квадратного метра. Эксперты ожидают некоторой стабильности и позитивных перемен от следующего года. При этом эксперты уже неоднократно заявляли о дефиците качественных площадей. Заказчикам и крупным ритейлерам нужны современные складские и логистические комплексы для захода на региональный рынок. Более 75% запланированных на этот год доходов поступило в бюджет Пермского края за 9 месяцев. Отчет сегодня предоставил Краевой Минфин на заседании Комитета по бюджету регионального парламента. Доходы составили более 76 миллиардов рублей. Всего на 2016 год запланировано более 101 миллиарда. В расходной части ситуация несколько иная. Из запланированных на этот год объемов расходов за 9 месяцев удалось потратить чуть больше 68%. Бюджетный дефицит на 1 октября составляет 1 миллиард 70 миллионов рублей. Плановый на конец года более 12 миллиардов. Надо сказать, что ситуация с доходной частью бюджета порадовала. В основном основные налоговые доходы выполняются в бюджете и перевыполняются поступления. Но несколько разочаровало освоение по нескольким государственным программам. И в основном это программы инфраструктурного блока. Это полномочия исполнительных органов власти. Это договорные отношения и сроки их исполнения. Наилучшие исполнения более 70% от запланированных на год показали программы развития образования и науки, физической культуры и спорта и программы содействия занятости населения. Худшие исполнения в программах развития транспортной системы, совершенствования госуправления, энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Их уровень исполнения составил немногим более 30%. И на этом пока все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь на РБК и до встречи. РБК Перм. Дело. Мотивация и развитие персонала. Удержать таланты. Сегодня в 19.35. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова